А вы в курсе, что на ремонт домов культуры в Краснодарском крае выделено почти 400 миллионов рублей? Для сравнения, еще 4 года назад средств на эти цели направляли в разы меньше – всего 15 миллионов. На выделенные в этом году средства, точная цифра 398 миллионов, планируют не только отремонтировать ДК на Кубани, но и укрепить их материально-техническую базу. Здравствуйте, вы смотрите программу «В курсе», я Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей региона. Ну и сегодня мы поговорим о развитии культуры. Вернемся к ремонту ДК. Пока одни еще ждут обновления, другие уже в новом виде и качестве открывают свои двери для творческих коллективов и зрителей. Один из таких домов культуры недавно отремонтировали в Крымском районе. Там на расширенном заседании по развитию культуры обсудили, какие сложности сейчас испытывают в творческой среде и как сохранить на Кубани сложившиеся традиции. Казачья строевая на кубанском диалекте в исполнении юных троицких спивунцов. Хор, в котором поют дети от 8 до 14 лет. Приемник знаменитого коллектива «Станица». Ансамбль «Троицкие спивуны» еще в 2013 году был признан объектом культурного достояния Краснодарского края. В местном ДК, где совсем недавно завершился капитальный ремонт, они изучают историю казачьих песен, репетируют и дают концерты. Зачастую ребята, немножко более современный у них образ жизни. И, конечно, вот эти традиции поддерживать, особенно в сельской местности, это однозначно стоит того. И стараешься просто прививать им эти, как бы, как сказать, местный быт, эти традиции здесь. Потому что они должны знать историю, не только, я думаю, в своей станице, но и вообще в крае. Такие самодеятельные коллективы сохраняют не просто казачьи песни и традиции, а кубанскую культуру в целом отметил Вениамин Кондратьев. С детским хором губернатор встретился сегодня во время посещения ДК. Песня – это отражение души, это выражение человеческих эмоций. И песня помогает, она, на самом деле, всегда помогает. И в годинные испытания, и в лихолетии, и в радости тоже. Она еще больше усиливает радость. Вы поете песни, которые пели сто лет назад, а где-то и двести. Это наши предки через вас с нами разговаривают. Своими песнями. Мы об этом не задумываемся. А песня – это связь поколений. Их нет, а их песни мы поем. Задумайтесь об этом. Значит, они с вами говорят, они с нами говорят. Вот что такое наша культура. Для того, чтобы в станицах и хуторах и дальше сохранялось кубанское наследие, для ансамблей и коллективов необходимо создать достойные условия. Этому в крае уделяется особое внимание. Только в прошлом году на Кубани отремонтировали 30 таких учреждений и 4 школы искусств. Жители станицы Троицкой давно ждали, когда их дом культуры обретет новый облик. Ведь здание не реставрировали со дня его строительства. А это почти 60 лет. В ДК обновили фасад, инженерные сети, а также учебный кабинет и концертный зал. Это действительно место протяжения для всех станичников. От мала до велика. В домах культуры максимальная активная жизнь идет, была, есть и будет, особенно в сельской местности. Поэтому здесь и молодежь, здесь и ветераны, здесь обмен жизненными ценностями идет. В том числе и вы помогаете формироваться той молодежи, которая сегодня здесь растет. Это дом. Дом, он должен быть по-настоящему домом для всех. И для молодежи, и для ветеранов, для людей различных возрастов. Сами станичники признаются, теперь их дом культуры превратился чуть ли не во дворец. В отремонтированном актовом зале уже прошли первые новогодние утренники. Все больше детворы приходят в учебный класс на занятия. На базе клуба открывают кружки, где будут обучать детей старинному искусству. На выставке народного промысла Вениамину Кондратьеву показали, какие ремесла сегодня живы в станице Троицкой. Резьба по дереву, художественная роспись и гончарное дело. Сегодня это уже часть культуры, но это наша культура. И вот это, это огромный сундук, запас культурных ценностей, который не должен стоять в углу, этот сундук. Мы его должны открыть и сказать, что вот это гончарное искусство, часть нашей культуры, нашего народа. О том, как сохранить самобытность нашей культуры на Кубани, говорили уже на расширенном селекторном совещании. В зале творческая элита края. В колоритных костюмах художественные руководители коллективов края размышляли о развитии культуры на родном диалекте и в тихах. А народная артистка России Вроника Журавлева-Пономаренко и вовсе запела. Меж крутых бережков, да волга речка. Сохранить и передать следующим поколениям все многообразие традиционной народной культуры Кубани. Одна из важных задач, о которой сегодня говорил Вениамин Кондратьев. Подрастающее поколение должно воспитываться на своих обычаях и ценностях. И помните об истории своей малой родины. Ведь культура – это не просто концерты на сцене или театральные декорации, а историческое наследие края. Культура не должна быть интерьером в сегодняшней жизни. Она должна быть самой жизнью. Вот что сегодня очень важно. Мы должны это понимать. Понимать. А без этого невозможно. Дальнейшее развитие общества, нормального общества. Мы всегда так жили. И наши предки так жили. Но они пели, они танцевали, они творили. Задумайтесь. У нашей песни есть начало, продолжение и финал. Поэтому она нас трогает. Маленькая жизнь. Вот что такое наша песня. А сегодня какая песня. Где у нее начало? Где у нее продолжение? Что будет? Пустые песни. Не дай бог пустая молодежь. У нас самобытный край. Печучий край. Мощный край. С возлюбивым край. Формировать нужно сегодня нашу культуру. В наших сегодня мальчишках и девчонках. А по-другому, по-другому никак нельзя. По словам губернатора, культура незримо утверждает нормы ориентира общества. Именно она является неизменным фундаментом для дальнейшей жизни, отметил глава региона. В нашем крае свой неповторимый колорит, и эту самобытность необходимо сохранить. Для этого губернатор поручил разработать стратегию развития культуры Кубани. Поэтому давайте подумаем над тем, чтобы в крае появилась стратегия, но не документ о декларациях, или декларация о намерениях, а настоящая стратегия, которую можно реализовать. И через пять лет мы ощутили результат. Культура должна изучаться искусство других стран, народов. Да ради бога. Друзья, но мы как государство должно отдать приоритет в этой ситуации своему искусству, своей культуре, в этом и роль государства. Вот в чем сегодня смысл приоритета. Приоритета на фоне многообразия культур всего мира и искусств. Есть приоритет нашему искусству, нашей культуре. Все. Взять и заявить, и не постесняться, не постесняться своей культуры и своего искусства, своих традиций, своих корней. Свои предложения, как сделать народное искусство популярным среди молодежи, подготовят и творческие деятели, которые войдут в Совет по культуре при губернаторе края. А уже в этом году на Кубани проведут фестивали казачьей песни и танцев. Ремонт домов культуры – это один из часто задаваемых губернатору вопросов на традиционных приемах граждан. Надо отметить, что на каждое обращение жителей находится конкретное решение. Вот несколько примеров. На встречу с губернатором Андрей Карпенко из станицы Кущевской привез с собой фотографии местного дома культуры. Они красноречивее слов описывают, в каких условиях приходится заниматься детям. Хорошие фотографии сегодня с утра прислали. Вениамин Иванович, гляньте, пожалуйста. Культурный центр один на всю станицу. Ранее его уже ремонтировали. Правда, изменения коснулись только фасада. Но в здании по-прежнему отсутствует отопление и водоснабжение, а также требуется заменить кровлю. Необходимо сделать все, чтобы люди смогли чувствовать себя комфортно в стенах дома культуры, отметил Вениамин Кондратьев. Надо все запараллелить. Все действия, которые вы сегодня обозначили. Нам никто и ничто не мешает это все делать параллельно. Подводить воду к котельной, вводить котельную. Параллельно уже, если мы уверены, что к концу следующего сезона тепло будет в клубе ремонтировать и клуб в том числе, и к концу этого года максимально перелеснуть страничку с таким состоянием клуба. Перелеснуть и забыть. И люди должны уже осенью прийти в него в теплый, комфортный, уютный клуб. Виктория Ивановна, кто необходим, чтобы деньги, если нужно, безусловно, программу и включать, и догонять эту ситуацию, догонять. Потому что в прошлом году нужно было это все догнать. Если мы в этом году или к следующему зимнему сезону его не ремонтируем, то надо будет ремонтировать его весь и заново. Домой к станичникам Андрей Карпенко отправился с хорошими новостями. Ведь дом культуры для местных жителей – главное место для досуга. Я думаю, все будет хорошо. Именно хотелось бы тех работников, которые там работают, немножко поздравить этот первый шаг, что в следующем году они точно будут вести свои кружки не в отдельных кабинетах, как говорят, мы кабинеты обогреваем, а сцену, на которой дети должны танцевать, она будет наконец-то согрета. А в станице Степной Приморско-Ахтарского района люди просят восстановить местный дом культуры. Он буквально разрушается на глазах, рассказывает Наталья Вихрева. Здание построено в 1977 году, но в последнее время за ним никто не ухаживал. Такое его сегодняшнее состояние, реально. Есть уже проект каких-либо работ. Были приглашены специалисты, которые дали предварительное заключение экспертизы о том, что не видят целесообразности капитального ремонта этого здания по причине его ветхости. Идея построить новое хороша, но зачем еще? У муниципалита есть деньги? У муниципалитета денег нет. Построить новое, взять вот так, это для бюджета Крыбова непредвиденные расходы. Мы не можем допускать непредвиденные расходы, потому что мы на них озеваем. Поэтому сегодня, сегодня надо посчитать, сколько обойдется нам строительство нового клуба только реально под ключ. И сколько нам обойдется реконструкция или капитальный ремонт сегодняшнего клуба и тоже под ключ. Только даже сделать профессионалы, должно быть две сметы. Мы ситуацию проинализировали. Я думаю, через месяц глава района будет в курсе, Максим Владимирович с вами свяжется и обозначит путь, по какому мы пойдем. Но какой-то один из двух путей будет. В июле прошлого года к Вениамину Кондратьеву обратилась жительница Геленджика Галина Камзюк. Она рассказала, что неподалеку от города, в селе Кабардинка, требуется закончить капитальный ремонт местного дома культуры. До этого там уже реконструировали зрительный зал, но состояние коридоров и кабинетов оставляло желать лучшего. Коллективы творческие на достойном, достаточно хорошем уровне там воспитываются, поднимаются. Ну вот есть такая проблема, знаете, зал там хорошо, заходишь в АИ как бы не очень. Мы хотели попросить вас помочь вот с этим вот делом. Я надеюсь, вас здесь максимально не то, что понимаю, я сам сельский житель. И реально помню свое детство, свою юность, по крайней мере, даже когда учился в университете, что клуб, он был центром, когда мы собирались, не было телефонов, не было чего-то, но была программа в клубе, были вечерние мероприятия. И сегодня эти мероприятия должны быть. Поэтому я здесь максимально поддерживаю вас. Клуб должен быть таким, куда хотелось бы все время приходить. И это моя принципиальная позиция, что клубы должны быть. И должны быть комфортными, а должны быть уютными, удобными, должны быть современными. Потому что, понятно, молодежь современная, я в частности, они, сейчас больше говорю, они должны приходить в клуб и ощущать, что они находятся сегодня в современных условиях. По поручению губернатора, ремонтные работы в ДК начались уже через месяц. На реконструкцию из местного и краевого бюджетов было выделено около 4 миллионов рублей. В здании заменили пол, старые двери и окна. На первом этаже открыли кабинет для занятия вокалом. Место нашлось и для костюмерной. Появилась большая костюмерная. У нас было пустое помещение под крышей в виде кладовки. И теперь у нас там большая костюмерная, где все наши костюмы, реквизит, в полном порядке, отопление. Мы очень рады, потому что у нас чисто, красиво и аккуратно. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть фрагмент интервью первого заместителя министра культуры Кубани Максима Усатюка о ремонте домов культуры. Вот что он говорит. 398 миллионов рублей – это только на ремонты клубов и укрепление материально-технической базы. Поэтому эти все средства направляются в учреждения культуры, в отдаленные уголки нашего края, для того, чтобы создать условия для населения, для жителей края. И в конечном итоге достичь результатов именно национального проекта культуры. В этом году мы в рамках проекта «Культурная среда» отремонтируем 9 сельских домов культуры. Средства на этот ремонт запланированы из всех источников финансирования. Это федеральный бюджет – более 27 миллионов рублей. Это краевой бюджет – 8 миллионов 600 тысяч рублей. И более миллиона рублей – это бюджет и муниципальных образований. Но культура – это не только дома культуры, но и театры, музеи, библиотеки, школы искусств. В регионе действует государственная краевая программа развития культуры. Ее цель – создание благоприятных условий для приобщения жителей края к культурным ценностям, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, кинотеатров и кинозалов. Так, в прошлом году благодаря региональной программе были отремонтированы 34 здания муниципальных учреждений культуры. Новое оборудование получили 48 учреждений – это клубы, библиотеки, школы искусств, театры и кинотеатры. Новую жизнь совсем скоро вдохнут и в одну из визитных карточек Краснодара – кинотеатр «Аврора». На сохранение памятника культурного наследия направят почти 3 миллиарда рублей. Столько в работу вложит инвестор. Первый шаг – это экспертиза здания после разработки проекта восстановления «Авроры». Только после этого начнут саму реконструкцию. Ее планируют завершить в 2024 году. Важно отметил Кондратьев на встрече с инвестором сохранить первоначальный облик и назначение здания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотелось бы, чтобы мы еще раз верили часы, потому что вопрос возникает сегодня, конечно, уже активно. Она в таком состоянии, мимо которого уже пройти просто равнодушно нельзя. Ветшает на глазах буквально. Поэтому я готов сегодня еще раз обсудить, что нам нужно для того, чтобы приступить к ее реконструкции. Мы здесь мэр Краснодара, мы должны пошагово сегодня понимать, когда мы начнем, и когда, естественно, «Аврора» снова примет своих первых гостей. Вот та «Аврора», которая всегда была визитной карточкой коровой столицы. Я еще раз хочу подчеркнуть для всех, что «Аврора» останется в прежней форме. А внутри это уже будет современный киноконцертный зал. И никаких магазинов, и там бутиков, или что-либо там не будет. «Аврора» будет в той же форме, а внутри, конечно, это будет уже современный досуговый центр, безусловно, который будет только радовать всех, кто к нему придет. «Аврора» останется «Авророй». Не мы ее строили, не нам ее и ломать. То, что уже досталось в наследство, давайте, наоборот, сохраним. Мы, конечно, с очень большой бережностью отнесемся к тем формам, потому что это историчность этого объекта, мы четко это совершенно понимаем. Мы смотрим сейчас, какие киноконцертные залы лучшие, мы думаем, каких дизайнеров акустики приглашать и так далее, и так далее, чтобы дать то современное прочтение тех представлений, которые внутри будут происходить, чтобы это было на высоком уровне. Мы внимательно отнесемся к озеленению вокруг этого и ко всем остальным вещам, которые прилегать будут к «Авроре». Даже переходы, которые идут к «Авроре», мы все это попробуем дать этому прочтение, такое, чтобы горожанам было комфортно. Ну а в рамках национального проекта «Культурная среда», который реализуется в Краснодарском крае, в регионе планируют ежегодно модернизировать не менее двух кинотеатров. В этом году в фонд «Киноп» уже подано шесть заявок. По крайней мере, каждый год не менее шести кинозалов у нас открывалось. Это, я имею в виду, с новым цифровым оборудованием. Это тоже как элемент цифровизации, культуры, элемент современности, которая в конечном итоге создает условия для привлечения зрителей. И как следствие, все равно мы выходим на результат, поставленный президентом, увеличить на 15% количество обращений в учреждения культуры. Такая задача обозначена в национальных проектах. В Краснодарском крае по линии культуры их реализуется сразу три. Это «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Что касается последнего, задача проекта «Цифровая культура» обеспечить внедрение цифровых технологий в отрасль. Это и пополнение оцифрованных фондов библиотек, оснащение учреждений мультимедийным оборудованием и интернетом, создание виртуальных концертных залов. Кстати, в рамках нацпроекта один из таких появится и в Сочи. Ну а в краевой столице один из примеров цифровой культуры – это мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история». Парк занимает 7,5 тысяч квадратных метров. Это несколько залов, где можно узнать, как развивались события со времен Древней Руси и до новейшего времени. Выставочный комплекс оснащен по последнему слову техники. Проект «Музея «Россия. Моя история» был создан в 2015 году. Краснодарский парк стал 19-м подобным в стране. В прошлом году у нас открылся такой проект, как «Россия. Моя история». Это замечательный выставочный проект. И хочу вам сказать, что этот проект произошел все ожидания. Люди с удовольствием ходят, приезжают целыми классами, целыми семьями. Приходят и в выходные, и в праздничные, и в будние дни. То есть, конечно, он оборудован современным мультимедийным, современным. И, конечно, молодым людям, школьникам. Им все это очень понятно, очень доступно, когда они приходят и, допустим, одним нажатием листают ту же книгу, или переходят из одного зала в другой, и все это видят в привычной им форме. В рамках цифровой культуры, конечно, мы, в рамках национального проекта «Цифровая культура», мы планируем еще открытие четырех виртуальных концертных залов в таких городах, как Анапа, Сочи, Геленджик и Туапсе. И мы планируем еще в наших государственных музеях во всех трех ввести новые выставочные проекты с мультигидами с дополненной реальностью. Но еще один нацпроект, который реализует Краснодарский край, о котором хотелось бы сказать пару слов, это проект «Творческие люди». В его рамках на Кубани 475 работников культуры получат квоту на обучение и повышение квалификации. Но вообще цель нацпроектов к 2024 году увеличить число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в пять раз, а посещение кубанских учреждений культуры на 15%. Ну а если жители региона не идут в учреждения культуры, то артисты сами выходят в народ. Так, в Сочи в рамках проекта «Площадка нашего двора» артисты Зимнего театра устраивают спектакли под открытым небом прямо во дворах городских многоэтажек. Обычно так не бывает, чтобы актеры приезжали к зрителям домой. Это еще сильнее раззадорило малышей. Сегодня им можно немного больше, чем в обычном театре. Даже поиграть в ручеек со взрослыми, пока актеры не переоделись. Собравшихся интересует один вопрос. Какую постановку привез театр? Наша сказка в очень интересном народном стиле, с музыкантами, с живым звуком, в красивых народных костюмах. Эту сказку недавно мы показывали в городе Сухумах в Абхазии. Зрителям очень понравилось, дети были в восторге. Артисты приехали с постановкой Евгения Вельтковского по мотивам народной сказки «По щучьему веленью». Премьерный показ музыкальной сказки состоялся в марте этого года, а теперь герои вышли и на улицы города, чтобы жители смогли приобщиться к настоящему искусству. В восторге от концертной программы остались не только дети, но и их родители. Посмотрите, сколько сегодня детей, как бы все организованы и всем нравится. Я считаю, что да, конечно, надо это делать, чтобы дети просто так не бегали, а были чем-то заняты. Младший просто развлекает, старший в какой-то мере образует. Что-то вспоминают, что-то для себя черпают новое. Спасибо ребятам инициаторам вообще всего этого. Вообще каждый день у нас какие-то новые программы, приходим сюда, первый раз такое видим. Рады, что этим всем занимается землянный театр. Управление культуры администрации Сочи отвечает за 49-летних площадок, на которых проходят массовые мероприятия для детей. Это различные мастер-классы по вокалу, актерскому мастерству и другим направлениям. Абсолютно все дети талантливые. Главное вовремя определить, куда хочет наш ребенок, в какой области он хочет развиваться. Поэтому мы этому будем всесторонне способствовать. Летние каникулы только начались, поэтому главные приключения еще впереди. Организаторы городского проекта «Площадка нашего двора», ставшего ежегодным, заверяют, в планах есть и другие интересные задумки. Пока их держат в секрете, но артисты планируют продолжить свое турне и в других районах города. Ну и возвращаясь к краевой целевой программе, которая называется «Развитие культуры». Одна из ее задач – это культурное развитие личности, в том числе благодаря укреплению единства народов Краснодарского края и России посредством доступа граждан к культурным ценностям. Одна из таких культурных ценностей, теперь уже не только для Кубани, но и для Адыгеи, это поэт и писатель Исхак Машбаш. Герою труда России, выдающемуся деятелю культуры, исполнилось 89 лет. Его лично поздравил губернатор Вениамин Кондратьев, отметив его большую и важную работу по укреплению национальных связей между кубанцами и адыгами посредством творчества. Вениамин Кондратьев отметил, что в своем творчестве Машбаш всегда говорил о братских отношениях между Кубанью и Адыгеей и никогда не разделял соседние народы. Я приехал от имени сегодня уже шестимиллионной Кубань. Сказать слова благодарности в целом адыгскому народу в лице его яркого, талантливейшего, всемирно известного представителя в ваших лицах, именно выразить дань уважения за то, что мы сегодня живем. Живем в братстве. Без народов не может быть великой страны, а без великой страны не может быть народов. Вот это мы и есть Россия. Ваше стихотворение «Мосты» глубинной мудрости, на самом деле, народной мудрости, которую вы передали в своем этом стихотворении. Мы обязаны и сохранить мосты, и строить новые. Без мостов, без диалога, без взаимопонимания, а это есть мосты международные, мы ничего не сможем. А не дай Бог нам разрушить мосты, вообще недопустимо. Все, как в жизни, если не будет мостов, не перейдешь. С одного берега реки на другой, как и обратно. Пока заново мост не восстановится. Безусловно, Геннадий Владимирович, мы благодарны уровню взаимодействия сегодня и Краснодарского права и Республики, и Адыгей, на очень высочайшем уровне. Для всех это понятно, для всех жителей, вы однозначно правы, когда говорите, что качество жизни зависит от нашего взаимодействия, от нашей работы. И у нас другой дороги нет, должны в этом направлении двигаться. Вот когда мне вручал Валерий Владимирович эту награду Гушеву, я сказал тем, что эта награда принадлежит не только мне одному, а принадлежит всей русской, российской и, конечно, моей адыго-черкесской литературе. За свой вклад в развитие культуры писателю достоился звания Герой труда России Исхак Машбаш родился на Кубани в ауле Урубском Успенского района. Адыгея и Краснодарский край одинаково близки, ему рассказал поэт на встрече с главами двух соседних регионов. Для меня не существует край или там республика, но это, вот эта граница для меня, они, единственная большая граница, это великая наша река Кубань. Адыге называют Пшиз. Вы знаете как, я иногда задумываюсь, огромная река течет с-под Эльбруса, объединяя всех народов, проживающих справа и слева, бери разные национальности, но эта река никогда не спрашивает, наверное, я уже говорил, не спрашиваю, кто ты, какой национальности ты. Он отдает, значит, глоток своей воды и дальше течет. Вы пишете душой, вы чувствуете. То, что является сутью, стержнем жизни на одной большой земле, Кубани и Адыгеи, чувствуете, что нет ничего страшного, брата-убийственной войны, ничего дороже мира, двух братских народов. Разное было в истории наших народов, разное. Но сегодня мы должны это все перелеснуть и понимать, что мы живем сегодня, живем в сытой Кубани и в сытой Адыгеи. Сегодня есть мир, есть согласие, есть взаимопонимание, есть сотрудничество на всех уровнях. И поэтому, конечно, это тот задел, который нужно приумножать, развивать. Поэтому вот что сегодня мы и делаем. Вот это главное. Трагические истории, я еще раз подчеркиваю. Давайте вместе соберемся, вместе, и жители Кубани, и жители Адыгеи, и отдадим дань. Даже трагическому прошлому, но все вместе. Но не будем на этом спекулировать. Ни в коем случае. А продолжим жизнь дальше. Во имя будущих, последующих поколений. Машбаш – автор более 60 книг. Как признался писатель, у него до сих пор хранятся рукописи всех романов. Исхак Шумафович также переводил на адыгский язык классические произведения русской литературы. Ну а в целом работников культуры, тех, для кого главная награда – это аплодисменты и любовь зрителя, в Краснодарском крае более 26 тысяч человек. Они трудятся почти в двух с половиной тысячах учреждениях по всему краю. В крупных городах, небольших станицах и отдаленных горных поселках. Не забывая, что культура – это не только здания и сооружения, концерты и выставки, а историческое наследие Кубани. Ну и это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш регион. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.